Кто не берет крест свой, не идет за мной, вернее, идет за мной без креста. Как вы слышали только что, Господь говорит, что Он не достоин своего Спасителя и Учителя. Одно из очередных, друзья мои, строгих слов из добрых уст доброго Господа. Помните, как Он говорит, к примеру, что кто любит сына или дочь, больше меня не достоин меня. Кто любит отца или мать, больше меня не достоин меня. Слышим, кто не берет креста своего и вслед меня грядет, не достоин меня. Добрые Христовы уста убивают нас на самом деле, убивают наш эгоизм, наше самолюбие, наша разласканность, наше желание жить в зоне комфорта, чтобы никто нас не трогал. Просто стирает в пыль добрый Господь всю ложь, которая поселилась в человеке и которая окружила его снаружи. О кресте вроде все понятно всем. Смысл креста многоразличный, многоглубокий. С одной стороны, это древо жертвенное, на котором Христос пригвоздил все руки распростер, чтобы нас всех обнять. Слишком многим руки для объятия ты раскинул по краям креста. Это жертвенник Нового Завета, крест. Поскольку Христос есть Агнец Божий, приносящий и приносимый, себя самого приносящий, приносяй, приносимый, приемлющий и раздающий за жизнь мира, то он принес себя как раз на древе креста, и крест стал жертвенником Нового Завета, Великой Святыней, от которой подается грехов прощения. Крест стал для нас новым деревом жизни, от которого отогнал Господь справедливо Адама в раю, чтобы Адам не стал бессмертным злом. Если бы согрешивший человек имел возможность жить вечно и развиваться в своем грехе, и не каяться в нем, он стал бы бесом воплоти. Поэтому смерть полагает предел греховному развитию человека, и это есть страшное благо для всего рода человеческого, ибо если бы жили вечно, вот в том непреображенном состоянии, все Гитлеры, Навуходоносоры, Наполеоны и Темир-Тамерланы, я не знаю, что было бы с несчастной землей. Но смерть полагает предел греху человеческому, и праведника отправляют в рай небесный, а грешника отправляют просто в землю или ниже, и это великое благо. И вот мы, если бы имели доступ к древу жизни, то стали бы, еще тогда согрешив в раю, стали бы бессмертным злом, а поскольку Господь запретил, то смиряемся, а теперь раскрыл нам новое древо жизни. Крест – это новое дерево жизни. И, безусловно, сегодня в Евангелии мы читаем о тяжестях житейских, о тех неизбежных тяжестях житейских, которых не лишен ни один человек, даже при комфортном бытии, окруженные детьми и внуками. Я имею в виду и старость, и одиночество, и болезни неизбежные, и смерть грядущую. То есть в любом случае человек – это крестоносец. И вот главную мысль, которую я сейчас хочу до вас донести, дорогие христиане, это то, что крест нельзя сбрасывать. Вот это то, что Христос говорит, что претерпевый до конца спасется. Претерпевый до половины не спасется. Претерпевый на четыре пятых не спасется. Претерпевый на девять десятых не спасется. Претерпевый до конца той спасен будет. Вот это претерпение до конца – тоже довольно страшная вещь. Страшная, ответственная и жесткая вещь из добрых уст нашего Спасителя. Что бы он ни сказал, он всюду бьет нас по щекам наотмашь и всюду равняет с пылью вместе все наши грешные помыслы и все наши желания земные. Господь, он такой, он уничтожает все наше плотоугодливое, вшивое, это такое земное самодовольное бытие. И вот что касается креста до конца, то занесите с собой из сердца хотя бы одну мысль в жизнь вашу домой, что, во-первых, крестами не меняются. У тебя крест, у меня крест, у него крест, у нее крест, у них крест. Можно ли поменяться? Нет, чужие кресты тяжелее. Любой крест, который начнешь мерить, я бы хотел жить, как она, мне кажется, что она живет хорошо. Вот тебе, если Бог положит ее крест на плечи, ты под ним тут же и упадешь. Говорит, я бы хотел жить, как он, вот тебе его бы крест положили на плечи, ты под ним бы тоже рухнул тут же. Значит, у каждого есть свой, значит, надо взять свой крест и нести его до конца. Значит, смотрите, важнейшая вещь. По мере несения житейских сложностей, своих собственных слабостей, борьбы с грехами и всех этих угрожающих нам, отсюда нападающих на нас разных опасностей, человек по мере терпеливого несения находит в этом всем сладость и внутреннее утешение. Множество святых, великих святых, Богом прославленных, в которых сам Христос заселился, например, исцеляли больных, но никогда не просили себе здоровья. Вот, например, Амбросий Оптинский болел бедный с ног до головы, не было ни одного сантиметра квадратного на его теле болезненном, снутри и снаружи, чтобы у него не болело. Других исцелял, себе здоровья не просил. Нектарий Игинский, великий целитель раковых болезней, умер от рака, себе исцеления не просил, множество исцелил и при жизни, и по смерти. Пимен многоболезненный, Печерский, болел бедняга так, что его монахи живые, простые люди, побоялись постригать в монашество, потому что он был как живой труп. Он говорит, какой из тебя монах? Его ангелы постригли этого Пимена. Он весь был болен. Повторяю, как у Амбросия не было ничего, чтобы не болело. И он других исцелял, себе здоровья не просил. И когда у всех у них бы мы спросили, а люди спрашивали, почему ты другим даешь, а себе не даешь, себе не просишь. Они все говорили, что нахожу великую пользу в нынешнем моем состоянии. Это тело мое, оно бесполезным было и когда было здоровое. А вот сейчас страдающее и немощное, оно приносит не больше пользы, чем приносило, когда было цветущее, здоровое, энергичное и так далее, и так далее. Ну и кроме того, у святых с Богом договор. Себе ничего не просить. Очень важная вещь. У святых, у всех с Богом договор. Себе не проси, проси другим. Помните эту великую притчу о том, что у праведников в локтях руки не гнутся. Если нас за стол посадишь, а за столе будет все, что хочешь, а мы бы, если были праведниками, то мы бы взяли, что хочешь, но не смогли бы до рта донести, потому что руки в локтях у праведников. Не гнутся. Вот тебе дам, тебе дам, а ты мне дашь. Вот так кормят друг друга праведники. Себе ничего не просят. Это тоже очень важно. Ну и напоследнее на сегодня, что крест легчает по мере его несения. Крест тяжелеет по мере его сбрасывания. Если человек сказал, будет воля Твоя, Господи, буду терпеть, дай только силы, и несет свою беду жизненную, духовную или телесную, или духовно-телесную вместе, терпеливо, по мере несения крест облегчается. Это факт. Это дознанный опыт. Крест нужно нести безропотно и терпеливо. Тогда со временем он облегчается. Крест на плечах ропотника, недовольного, завистливого, упертого, на Бога обиженного человека тяжелеет час от часу и раздавливает нераскаянного грешника. Это тоже факт. Дознанный факт. Доказанный миллионами случаев. Был такой на земле когда-то подвижник Афанасий Брестский. Это один из тех монахов, который боролся за православную веру во времена Унии в польско-литовском королевстве, в Жечи Посполитой. Он Брестский. Слышите, тогда Брест, эти все там половина Литвы и западная Украина, это все было одно в рамках одного государства. И он был такой большой борец за православную отеческую веру и умер за нее. Убили его за веру Афанасия, мученика. Но был такой случай у него в жизни, он мне очень нравится. Однажды он шел из города в город, он ходил собирать подаяния на нужды церкви и видел при дороге безногого человека. Такой обычный, безногий, несчастный страдалец. И говорит ему безногий, донеси меня до ближайшего местечка или села, или городка. И Афанасий взваливает на себя этого безногого и идет. Дорога не близкая, Афанасию трудно. И безногий говорит ему за спиной, ладно, спускай меня, посади меня. К другой пойдет, еще чуть-чуть понесет. Афанасий говорит ему, как Илья сказал, жив Господь, перед которым я иду. Несу тебя дальше. И несет его дальше. Говорит, да ладно, брось уже, ну хватит, ну потрудился, спасибо, помог. Нет, и несет его дальше, дальше, дальше. И вдруг он чувствует, что ему легче, легче, легче. А потом чувствует, совсем ему легко и голосом над духом. Афанасий, ты меня не оставил, я тебя не оставлю. Испытывает Господь Иисус Христос вас, братья и сестры, и нас, и всех, насколько вы малодушные или терпеливые, насколько вы мужественные или трусливые, насколько вы любите себя или любите молитву, любите Бога, насколько вы верите в будущую жизнь или вы верите только в эту жизнь, а в будущую жизнь не верите. Испытывает Господь всех, и вас, и нас, и их, и вон тех, и вон тех, всех до единого. И вот сегодня мы слышим, что нужно крест свой брать, бросать его нельзя, и на плечи свои брать, и не чужой брать крест, а свой. И нести его нужно до конца. И по мере несения вашего креста, обещаю вам, на основании священного писания и совокупного двухтысячелетнего опыта Церкви Христовой, крест вас превратится в сладость. Вы его не то, чтобы бросать не захотите, это награда ваша будет. Вы полюбите свое крестоношение, потому что почувствуете, что усложден крест ваш Иисусом Христом, который взял на себя все наши тягости и все болезни и потерпел невинное распятие на своем древе крестном, чтобы нам вечно жить. Вот главные мысли, которые сейчас с вами поделюсь, ими уже поделился. Крест несем, крестами не меняемся, и по мере терпеливого несения безропотного ожидаем от Господа облегчения. Аминь.